Итак, мы с вами продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Робейну Ашера, Роша, которая называется «Пути жизни». И, казалось бы, простые вещи, о которых он говорит, но они несут в себе очень глубокие тайные туры. Ведь написано у пророка «Изучай, занимайся второй днём и ночью, и если не мой союз с днём и ночью, законов неба и земли я не установил, так давайте прочитаем, что говорит Роша. Установите постоянное время для изучения туры». Мы с вами по дороге к горе Синай. Через неделю мы должны подойти к этому великому дню, «Когда родился особенный народ в мире, которого не было до этого». Вещи, которые требуют понимания, и есть противоречия. «То, что говорят наши мудрецы, на трёх основах держится мир». Помните, по учению отцов. «Аля Тора, аля Вода, вальгны лют хасадим». «На Торе, на служении и на безграничном добре». Что же это такое? И объясняют наши мудрецы и комментаторы «На Торе, на служении и на безграничном добре». Гмелут хасадим. И это соответствует трём нашим прадцам. Гмелут хасадим хесет. Безграничное отдавание. Это наш прадцать Авраам. Служение. Это служение в сердце. Это молитва. Это полный отказ от своего желания перед его желанием. Это наш прадцать Ицкак. И, наконец-то, Тора, середины путь, и путь правды, путь Торы. Это наш прадцать Яков. Ну вот, посмотрите, то, что написано в книге, которая предваряет Шулхана Рух. Это Баля Турим написал её Равьяков, сын Роша, который еврейский народ называет Баля Турим. Арбатурим. Четыре ряда. Это книга-основа. И вот в том разделе, который называется Орыхаим, как бы долгота жизни, или тоже по-другому по-русски можно путь жизни, в параграфе четыреста семнадцатому говорит так Равьяков, сын Роша. И я слышал от моего брата Рав Игуду, это второй сын Роша, Рабыну Ашер, смысл наших праздников, что их установили в соответствии с нашими прадцами. Песах в соответствии с Авраамом. Как сказано, Берешит, замеси и сделай угод. Угод круглой лепёшки. Песах был. Это то, что говорит Авраам в саре, когда он принимает трёх гостей. Шавуот, как бы мы с вами подумали, как, ну, праздник дарования Торы, это должно соответствовать нашему прадцу Якову. Смотрите, что написано. Шавуот против соответствии с нашим прадцем Ицкаком. Почему, объясняется из Медраша, что трубили в шофар, который был сделан из рога того овна, того барана, которого Авраам принёс вместо своего сына Ицкаком. Э, в этот шофар трубили во время дарования Торы. И, наконец-то, сукот в соответствии с Яковом. Как сказано, а для своего скота он сделал загоны. Сукот. И это вопрос вопросов. Праздник Шавуот в соответствии с нашим прадцем Ицкаком, а не Яковом. И здесь скрыта одна большая тайна. Ведь, кроме того, что в праздник Шавуот мы читаем о даровании Торы у горы Синай, мы читаем десять заповедей, которые мы получили с горы Синай, мы читаем ещё один свиток, так установили мудрецы, свиток, который составил великий мудрец, пророк Шмуэль, который помазан на царство Давида. И мы читаем свиток Руд, в котором описывается родословная Давида, Руд, мавитянка, который выходит замуж за главу еврейских мудрецов Боаза, мавитянка, которая прошла ги-юр и вошла под крылья шкины Творца. И весь свиток написан только для того, чтобы показать родословную царя Давида, который родился в Шавуот и умер в Шавуот. Но какое отношение к Давиду имеет праздник дарования Торы? И здесь открывается одна очень важная вещь. От Давида происходят все цари Иуды до сегодняшнего дня. То есть те цари, та цепочка, которая должна привести к царю Машеху, сыну Давида, который должен перевернуть весь мир и поставить его, как это было по замыслу Творца. Все то, что сотворил Творец, ради чего Творец сотворил мир, ни для чего другого, кроме ради того, чтобы проявилась его слава в мире. А пока то, что мы видим, мир как будто катится и с большой скоростью совсем в другую сторону. Не слава, а наоборот. Все запреты Торы нарушают не только неевреи, но и евреи. У сыновей Ноха есть семь заповедей сыновей Ноха. Они их нарушают. Но корень их тоже только в Торе. Это то, что получает Нох, когда он выходит из ковчега. Тот союз, который заключает Творец с потомками Нох, с Нохом. Что день и ночь не прекратят свой путь. Зима, лето. Как же произойдет вот эта великая перестройка мира, когда весь мир будут все народы взывать одним голосом, и произносить одно имя – Царя мира, Творца мира. И это то, что мы должны понять. Мы отсчитываем дни, и сказано – отсчитайте 50 дней. И мы отсчитываем недели – 7 недель. Так что это такое? 7 недель – это 49 дней. А что же это – отсчитайте 50 дней. И открывают комментаторы, я это слышал от Гаона, Равмыши, Шапира. В нашем отсчете Омера заключена не только тайна субботы земли, шмиты, но и то, что следует за семью субботами земли. И 50-й год, Йовель, когда земли возвращаются к их хозяевам, когда рабы, даже те, у кого проткнули ухо, которые сказали, что они не хотят выходить на свободу, они возвращаются в свои семьи, все возвращается к своему корню. Больше того, когда мы отсчитываем 49 дней и подходим к границе всех границ, Раши говорит, именно в этот день, за день до дарования Торы, Творец через Моше задает нам вопрос – вы хотите принять Тору? И Моше читает Сефер Абрит, книгу Союза. Объясняет Раши всю книгу Берешит и половину книги Шмот до главы Итро. Вы готовы принять Тору? И мы отвечаем все в один голос – на Се, Ве, Нишма. Что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а после будем слушать, будем изучать. И написано в Талмуде, в трактате Шаббат, 88-й лист, кто открыл тайну эту моим сыновьям, которые ангелы на небе пользуются, исполняющие его волю, слушающие его голос. То есть, дойдя до границы, мы сказали, мы готовы принять безгранично. И давайте вспомним, когда идут вместе Авраам и Ицкак на гору моря, и спрашивает Ицкак, «Отец мой, вот я вижу дрова, вот я вижу нож, огонь, а где же барашек для всесожжения?» И отвечает ему Авраам, «Ашем ир-эл-о-сэ-ле-у-ла-бни». Творец увидит, выберет барашка для всесожжения, если не будет барашка, то это будешь ты, мой сын. И сказана дальше удивительная вещь. «Вэйнхушнейхэм ягдав» и пошли оба вместе, так же, как Авраам, готов принести в жертву самое дорогое, что есть у него в жизни. Тот, того, про кого сам Творец сказал бы Ицкак и Карелихазера, в Ицкаке наречется твое потомство. Так же Ицкак, если это воля Творца, я отказываюсь от своего желания. И это именно Он говорит Отцу, когда ты положишь меня на жертвенник, свяжи мне руки и ноги сзади, чтобы я не дернулся, когда ты будешь возносить меня в жертву о-ла. Полный отказ от своего желания. На самом деле, то, что говорит царь Давид в псалме, «Вы они, Тфила, а я молитва». Ну, как бы надо было сказать, а я буду молиться. Нет, вся сущность Давида, который был пастухом у своего отца, стал царем народа Израиля и остался такой же Даль. Даль – это бедный, у которого ничего нет. А я – молитва. У меня нет ничего. Это подобно тому, что сказано «Эйн отмели вадо, эфес су лато». Нет ничего, никого подобного ему. Рядом с ним все ничто. То есть, единственная настоящая реальность – это ты, Творец. Это твое желание. Поэтому основа молитвы – это полный отказ от своего желания. И это та тайна, которую открыл еврейский народ перед дарованием Торы. Мы готовы принять от тебя все, что ты нам дашь. Сделаем. А потом будем учить. Потом будем слушать. Это то, что открыл наш братец Ицхак. Источник служения Творцу. Учат наши мудрецы это послеполуденная молитва перед заходом солнца. День завершается. Казалось бы, все завершается. И в этот момент молитва Творцу это возвращение всего труда человека, всех его усилий, возвращение Творцу. И это Ицхаковину. И это тот баран, тот овен, которого взял Авраам вместо Ицхака по повелению Творца и сделал с ним все те действия, которые совершаются с жертвой всесожжения. каждую часть этого жертвоприношения он просил перед Творцом, чтобы это было засчитано, как будто я сделал это с Ицхаком. И Рав из Пясечни, Рав Шпира, который был последним раввином в Варшавском гетто, он давал с сорокового года уроки там, до полного уничтожения этого гетто. И он пишет, что наш братец Авраам и наш братец Ицхак, они были проверены по своему намерению, они готовы были отдать жизнь ради Творца. Авраам готов был принести самое дорогое, то, что дороже ему жизни своего сына Ицхака, а Ицхак быть тем жертвенным барашком, которого приносит во имя Творца. Но в последний момент, когда Авраам заносит руку с ножом, раздается голос неба, Авраам, Авраам, сейчас я знаю, что ты трепещешь передо мной. И не пожалел сына своего единственного ради меня, не делай ничего отроку. И встает жертвенника Ицхак и произносит в первый раз в мире из мертвых, потому что, когда он увидел, как заносит его отец, руку с ножом над ним отлетела его душа. А потом, когда он услышал голос ангела, Авраам, Авраам, не делай ничего, отроку, она вернулась. И объясняет рав Шпира, рав из Пясечни, потомки Авраама, каждый еврей, которого убивают только потому, что он еврей, потому что он потомок Авраама, Ицхака и Акова, он практически реализует то, что не было сделано на горе моря. Там была проверка замысла, желание сердца Авраама и Ицхака, а этот еврей да завершает это жертвоприношение своей жизнью и освещает имя Творца. Поэтому трубят в шофар того самого овна, которого принесли вместо Ицхака у горы Синай, во время Синайского откровения, когда мы получали Тору, и сказано и голос шофара все увеличивался и увеличивался очень, и затрепетал весь народ, который стоял у горы Синай. Этот шофар с горы моря, с храмовой горы, он звучит у горы Синай, и в тот момент произошло что-то совершенно невозможное. Когда мы просим у Творца, чтобы Муше передал Творцу, что наше желание видеть самого Творца, а не получить через посредника, Творец передает, что мы должны готовиться, выстирать одежды, не подходить к женщине, и еще один день добавляет наш учитель Муше, три дня, фактически на пятьдесят первый день мы получаем Тору, потому что один день Муше добавил от себя, и Шхена согласилась с ним. На пятьдесят день не было раскрытия Шхены, а только на следующий день. И в тот год мы получили Тору не шестого Сивана, а седьмого Сивана, и это был день субботы. И тогда открывается удивительная вещь. С одной стороны, это после сорока девяти дней, после границы всех границ, это то, что выше. С другой стороны, это то, что мы получили в нашей жизни, в трехмерном пространстве, что мы получили освещение времени. Суббота, это день вечности, когда мы отказываемся от всей нашей продуктивной деятельности, ведь Мелаха тридцать девять, а вот Мелаха, основ работы, но это не работа, а это то, те виды работ, которыми творец творил мир, изменял его, творил его, это те тридцать девять работ, которые делались при построении переносного храма во главе с биццалелем, и это то, что мы отказываемся от этой производительной работы, мы входим в мир творца, мир, этот день несет в себе одну шестидесятую будущего мира, день вечности, тем, что я отказываюсь от своей продуктивной деятельности, я говорю творец сотворил мир, а я только его компаньон, я его свидетель, и это мое свидетельство перед всем миром, что я принимаю на себя его власть, я вхожу в день вечности, но ведь тура, она безграничная мудрость творца, как же она может поместиться в границы нашего мира, и только потому, что мы, подойдя к границе всех границ, сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем учить, потом будем слушать, это было сотворение того сосуда, который может принять безграничное, давайте вспомним, мы уже цитировали Раши, ради двух начал сотворил творец эту небо и землю, ради начала его путей, это его божественная мудрость, это его тора, и ради начала его посевов, а это мы, его еврейский народ, и что же произошло там у горы Синай, сказано, что с Тора циволану Моше, Тору повелел нам, Моше, Тора, числовое значение 611, а где еще две заповеди, а первые две заповеди мы слышали мипиг вура, то есть мы слышали голос творца с горы Синай, и что происходило с нами, и во время первого и второго речения отлетали наши души, то есть возвращались к своему источнику, мы погружены в этот мир, трехмерное пространство, в границе времени, и когда наша душа, которая была вдунута в ноздри первого человека дыханием творца, та душа, которая взята из-под престола славы творца, из мира, который выше мира ангелов, в этот момент дважды она возвращается к своему источнику, что происходит в этот момент, рождается новый вид человека, весь мир, неживая природа, растительный мир, животный мир, и человек говорящий, в этот момент рождается человек, который несет на себе отражение своего творца, егуди, еврейский народ, который должен в этом мире реализовать замысел творца, сов маосеба махшават хила, в конце реализация первичного замысла, ради этого народа, который приняв Тору, должен ее реализовать в своей жизни, сотворены все и духовные, и наш материальный мир. Мы с вами в дороге горе Синай. Сказал, написал так Рамбан, все наши дни, сердце наше и глаза наши должны быть там, у горы Синай, там, где родился этот особенный, невозможный народ. Тихюли, мемлехет, коаним, вегой, кадош, вы будете у меня царством священников и народом святым. Кадош, выделенный, отделенный, это день нашего рождения. И это мы с вами в нашем поколении, это мы и есть этот самый еврейский народ, который должен реализовать замысел Творца. Всего хорошего. Редактор субтитров